Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Приветствую всех подкаст Три пункта. Наш одиннадцатый выпуск. Сегодня, как обычно, здесь есть Саша Гавриков и Гоша Голышев. И, конечно же, в спецвыпуске должен быть гость. И гость у нас сегодня Евгения Лепчинская, психолог-сексолог. И чтобы сразу объяснить вам, чем занимается этот специалист, он помогает каждому создавать гармоничные отношения с собой, с партнером, миром через познание своей сексуальности, друзья. Поэтому сегодня гармоничные отношения со всем и познание своей сексуальности в эфире нашего подкаста. Да, наконец-то, Гоша, мы наладим с тобой свою сексуальную жизнь. Привет-привет, дайте поздороваться. Слушайте, а то мы вдвоем, вам так хорошо, я вам не мешаю, кстати. Ну что, всем привет, рада приветствовать вас сегодня в эфире. И спасибо, что пригласили. Давайте поговорим уже о сексе. Давайте, давайте. А в конце, Женя, анонс же нужно сделать, что мы разыграем приз. Но надо дослушать до конца, я буду наблюдать. От тебя. От меня. Это важно, класс. Да, класс. Да, ребята, слушайте, как всегда у нас такой формат, что Гоша, вы присылали, соответственно, вопросы в директ. Вопрос у нас сегодня связан с сексуальностью, с сексом, с любовью. В общем, вот в таком формате мы сегодня будем говорить. И первый вопрос, который у нас прозвучит сегодня, он такой из нескольких частей состоит. Мы будем по очереди, да, там, отвечать на части этого вопроса. Он звучит следующим образом. Что такое секс? Что такое сексуальность человека? И есть ли норма в этой сексуальности? Отлично. Три пункта у нас заготовлены. Жень, ты начнёшь? Уже заготовлены ответы? Ну что, что же такое секс? Ребят, как переводится секс? Ну все же знают. Та-дан. Та-дан. И как же переводится секс? И мы такие затаили. А вы такие, как школьники, не знаю. Потому что есть латинский язык из испанского. Хотим, чтобы ты нам рассказала. Урок английского. Пункт первый. Итак, как же переводится секс? Да. Давайте порассуждаем. Половой контакт. Просто пол. Пол. Да, то есть у нас в паспорте, допустим, если… Я просто думаю, на берёд. Я думаю, на берёд. Глаза заблестели, загонились. Если вы запомните какой-то документ в аэропорту, куда-то уезжаете в Европу, у вас написано слово «секс», и он никого не смущает, да, пол мужской и женский. Соответственно, что такое секс? Это обмен между полами. И на самом деле я хочу вам сказать такую историю, что прямо сейчас у нас в студии проходит секс. Ну, чтобы вы понимали. Ребята, чтобы вы понимали. О, класс! Я вижу твоё довольное лицо. Ребята, вы являетесь свидетелями. И между нами и зрителями, слушателями… Звукового секса. Да, проходит секс, потому что у нас есть обмен, мы даём информацию, мы обсуждаем, и наши слушатели нас слушают, и у нас происходит обмен. Любой обмен между полами – это секс. Мы не говорим про соитие, фрикции, физический контакт, да, это одна история. Вообще, секс и сама сексуальность, она как раз о поле. И если мы говорим про вопрос про сексуальность, что это такое? Сексуальность – это не только про половой акт, это совокупность вообще… Это уже, получается, второй пункт, да, у нас? С секс мы разобрались. Подожди, это был один вопрос. Это всё у нас было в одном вопросе. А, всё понятно. Да, секс – это обмен между полами, это самое главное. Как вы общаетесь со своей, там, половиной, как вы проводите свободное время, чем вы занимаетесь, какие у вас общие цели, когда вы делитесь информацией, это всё про секс. То есть какая-то такая повседневная жизнь, по факту, да, между мужчиной и женщиной. Между мужчиной, ну, не у всех, между мужчиной и женщиной, разные бывают пары, это отношения между полами, да, у нас есть и Бома, и Гитера, сексуальные отношения, да, я ради этого и пришла, потому что чувствую, нужно моё понимание со стороны. Когда этот выпуск наберёт кучу прослушиваний, блин, за мной же придут по статье, да, за пропаганду. В общем, появится у тебя новый имидж немного. Всё нормально на самом деле. Окей. Если это был вопрос, нет, мы можем обсудить эту тему, но оставим на следующий выпуск, если это будет актуально. Итак, если мы говорим про сексуальность, то это совокупность, совокупность психофизиологических факторов, социальных, это совокупность различных эмоциональных вещей, и она строится и на физиологии, самое главное, понять простым языком, и на социуме. Это то, что нас окружает, как нас воспитали, было ли у нас вообще сексуальное образование или не было, потому что это главный вопрос, и, ну, скорее всего, тем, кому 20-30 плюс сексуального образования не было. Хотя сейчас в школах, в интернете где-то его можно получить самостоятельно. А если сексуальное образование было послевузовским? Очень поздно у тебя было сексуальное образование. Да почему? Я просто сдаю, я думаю... У меня уже обычно с 14 лет. Подождите, а если ты самоучка? Считается ли это за образование? Это за практику уже, без образования. Вот, и сексуальность — это совокупность. На мой взгляд, сексуальность — это основа. Вот мы сегодня как раз с Гошей, когда собирались в студию, обсуждали, что сексуальность, вот есть потребность в еде, в пище, и сексуальность — это такая база, потому что сексуальность человека, она влияет не только на половой акт, но как он себя ведет на людях, как у него складываются дела на работе, его успешность, его реализация, его коммуникация, отношения с родителями, основой является сексуальность, потому что идет отношение между полами, отношение между родителями — это то, как человек себя проявляет в жизни, поэтому сексуальностью своей нужно заниматься, ее нужно развивать. И у нас был третий вопрос про норму. Да, да, да. Есть ли норма вот сексуальность? Есть ли норма? Очень часто вопрос, особенно от моих клиентов, а нормально ли это? Вы знаете, сексуальная норма и вообще норма в сексе — это понятие, ну, на самом деле, его не существует. Норма в сексе в нашей стране ограничивается конституцией. Всё. Я только хотел сказать про здоровье. Есть же такой старый анекдот, типа, не занимайся сексом на Красной площади. Почему? Потому что советами замучают. Вот. Вот. Есть такая история. Очень мощный анекдот. Был давно. Был давно. Да, я и говорю, что он старый. Норма ли заниматься? Да, смотрите, понятно, что есть патологии, есть девиации, психические отклонения, но если мы говорим про отношения в паре, где же у нас здесь норма, то норма — это там, где не нарушаются ваши личные границы. Например, кто-то любит сексуальные отношения с доминированием, и если в паре это ок, нормально и ему, и ей, то это для их пары нормально. То есть там у нас свингерства различные, фетиши. То есть это может быть ненормально для остальной части общества, но для них это окей. Если это не насилие, если оба человека согласны, то это норма в их паре. Если это происходит под влиянием насилия, убеждения, манипуляций, то это уже не норма. Вот. И всё на самом деле. Если мы здесь не говорим про какие-то патологии, зоофилии и прочие истории. Я читал как-то недавно на Reddit пост то, что, в общем, писали про фетиши, такой, ну, как бы подзаголовок был про фетиши, и девчонка писала, типа, я встречалась с парнем, который в какой-то момент признался в своём фетиши, он сказал, что любит быть немножечко грубее. Я сказал, давай попробуем, и он меня отпиздил. Вот. Ну, это вот про то, что не норма. Ты заменил свой рассказ именем этот парень. Такая очевидная, знаешь, мне кажется, финалка. Ну, да. О чём она думала, хочется сказать. Очень важно в отношениях договариваться. Очень важно договариваться, особенно если такие интересные фетиши связаны с насилием и ещё чем-то. Нужно, это всё сценарий, то есть нужно обсуждать, что можно, что нельзя, где мои границы, потому что для кого-то чуть-чуть придушить ок, а для кого-то это уже будет целой трагедии. И вот здесь как раз норма. И там отношения родителей к сексуальности, к сексу, и то, что есть сейчас, абсолютно разные. Для кого-то не норма там нудийские пляжи, а не в той стране где-то прям, ну, окей, обычные будни. Просто чуть-чуть в стране. Да. То есть нужно всё-таки тогда, получается, чтобы была какая-то норма в сексуальности? Самое главное, сексуальная норма и вообще в целом, самое главное, чтобы это не было насилием и чтобы это не вредило здоровью. Всё. Это две вещи, которые самые главные. Остальное, надо договариваться, внутри пары, внутри отношений, внутри их секса. То есть девушкам мини-юбки в офис супер, мужчинам расстёгнутые рубашки, когда видно волосы в офис, тоже супер. Смотри, здесь норма ограничивается правилами корпоративной культуры. Это другая история. То есть ты, когда приходишь в компанию, ты это принимаешь, ты подписываешь документы, должностные инструкции о том, как это должно быть. Конечно, это мир этой компании. Супер, супер, хорошо. Да, ну получается, я всё-таки сейчас, то есть, понять, у нас был первый пункт про секс, второй про сексуальность, третий про норму сексуальность. Как мы, три части вопроса на три пункта, супер. Я, наверное, добавлю бонус, просто, да, как у нас бывает, когда приходит гость. Я подумал, что важно вообще, Женя, ну ты, думаю, подтвердишь, обозначить сексуальность, это понятие не только в видео Homo sapiens, это вообще и в животном мире есть такое понятие, да, то есть когда животные, ну, всякие брачные игры, проявления самцов-самок. Конечно, конечно, сексуальность есть абсолютно у всех, и основная задача, это действительно проявление своей сексуальности и удовлетворение своих сексуальных потребностей, но некоторые потребности, они вот, допустим, как люди выступают на публику, даже то, как вы говорите сейчас в эфире, играет ваша сексуальность, то, как вы её проявляете. Я даже начала немножко запинаться от волнения. А про норму я тоже хотел, мне кажется, я придумал четыре слова, которые как-то, как я понял, описывают норму, договорённости, договорённости. Нужно понимать, во-первых, для чего, где, кому и кем в этот момент являюсь я, когда демонстрирую свою сексуальность. То есть и пятое, и как. Это да, это мой партнёр. А то поговорили, и на это не закончили. То есть это там, где я это делаю, кто мой партнёр, в какой момент я это делаю, и кем я, ну, соответственно... Второй вопрос мне нравится, кто мой партнёр, и так, кто же будет сегодня моим партнёром? Ну, мы же поняли, что секс — это вообще обмен, поэтому если я демонстрирую свою сексуальность в своей паре, это один партнёр, а если я демонстрирую сексуальность в отношениях коллеги по работе, то это другой партнёр. Это неосознанная история, да, но это влияет, абсолютно верно. Класс. Ну, давайте тогда перейдём к следующему вопросу. Он был вторым, да. Раз мы заговорили про секс, сексуальность и нормы, вот такой вопрос тоже тематически связанный. Любовь и выбор партнёра в эпоху Тиндера. Как перестать думать, что следующий кандидат будет лучше и остановиться на этом? У тебя есть Тиндер, Жень? Меня там заблокировали. Та-дам! Действительно. Нет, на самом деле Тиндер – это интересная история. Если коротко о Тиндере, я считаю, это хороший инструмент для знакомства. Действительно, там есть очень много граней, где нужно себя правильно проявлять, выбирать нужных людей. И вы можете встретить человека на улице, а можете встретиться в Тиндере. Я не скажу, что это… Я отношусь к нему абсолютно нормально, да. И, конечно, как и в мире, когда мы ходим, есть неадекватные личности, есть экскорты, которых мужчин пугают. И в Тиндере мы тоже это можем найти. И в жизни в любом хорошем ресторане мы можем найти. Поэтому… Такой же социум, только в интернете. Такой же социум, да. И здесь нет ничего такого. Я знаю очень много примеров, кто нашёл свою вторую половину, и счастливы, и знакомы. И всё у них прекрасно. Вот, поэтому, если говорить про Тиндер, и вот мне очень нравится… Пункт первым. Пункт первым. И любовь. Что такое любовь? Это любовь такая головоломка. У вас нет песен, да, на эту тему? Вот, Сашка. Кстати, вы знаете, что любовь признана болезнью официально? В какой классификах? В каком, где? Воз, воз, признан. Воз, да. Серьёзно? Да, да, я не помню, номер какой-то даже. Есть, не помню, любовь признана болезнью, потому что мы не… Воз — это Всемирная организация здравоохранения, ребят. Да. Да, которая коронавирус сейчас вещает очень много. Надо почитать. Вот, поэтому, если говорить о любви, то действительно, это важное чувство. Если мы говорим про любовь и Тиндер, да, как перестать думать? Вообще, когда мы говорим о любви, лучше не думать, лучше чувствовать. Любовь — это чувство, а любовь, и нужно чувствовать. И прежде чем искать кого-то на Тиндере, и вообще не только на Тиндере, вообще в жизни, нужно понять, зачем тебе этот человек, для чего. И если мы говорим, допустим, про женщин, для чего ей нужен мужчина? Чтобы обеспечивал, допустим, она хочет, либо чтобы ей помогали, либо чтобы квартира была у чувака, ей было классно, либо для чего ему женщина, чтобы готовила борщи, либо она была крутой любовницей. Нет. Это всё бытовая история, которая не… Ну, она не говорит про отношения. То есть отношения с этим не начинают. Для того, чтобы выбрать крутого себе партнёра, тебе нужно быть полноценной личностью. Я ненавижу историю, когда говорят, ты моя половинка, он моя половина, о боже. Да, то есть что такое половина? Отрежьте половину яблока. Что с ней произойдёт? Она начнёт… Она, во-первых, упадёт. Да, если мы вот так… Во-первых, она упадёт. Хорошие аналоги, мне нравится. И, во-вторых, она что начнёт делать? Портиться, правильно? Ржавеет, засыхать. Да, да, все эти неприятные слова. А для того, чтобы строить отношения, нужно быть полноценной личностью. Тогда вы найдёте полноценного партнёра. И вот это очень надо, очень нужно и важно понимать, когда вы хотите знакомиться на улице или в Тиндере. Разницы нет никакой. Потому что пока… Почему вот это происходит? Что у нас было в вопросе? Не могут остановиться. Не могут остановиться, потому что люди не знают, чего они хотят. В идеале партнёры… Ну типа заходят, а такой думают, «А, ну я сейчас с кем познакомлю». Ну ничего, да. Слушайте, аналогия крутая. Сейчас подумал. А это же то же самое… Ну извините за такое какое-то дурацкое сравнение, но всё-таки мне кажется интересным. То есть в мире вообще, где, допустим, я выхожу и хочу себе какую-то приобрести, ну не знаю, технику новую. Тут же тоже можно сослаться. Я никак не могу себе купить новую технику, потому что я так много. А какой технике дать тебе? Да, а хочу тебе ещё… Утюг, холодильник, что тебе надо? И здесь, во-первых, нужно понять, что ты хочешь и зачем тебе вообще второй человек, зачем он тебе нужен. Как только вы это поймёте. Может быть, тебе рядом комфортно сейчас. Ну это тоже ненормальная история, потому что если мы возьмём наши физиологические, наши потребности и главная миссия нас какая, да, всё-таки размножение. Возьмём эту историю, то всё равно, да, чтобы у нас было продолжение роды. Соответственно, человек изначально стремится к отношениям. И если он не стремится, значит, где-то есть блоки, где-то есть травмы, границы, внутренние комплексы для того, чтобы какие-то барьеры. Барьеры есть, почему человек хочет быть один и что сейчас с ним происходит, какие процессы, почему он не готов. Поэтому, отвечая на вопрос про любовь и тиндер, неважно, тиндер не тиндер, это первая история. Пункт один. Пункт один, это неважно, тиндер, знакомство в тиндере, на сайте ресторана и прочее. Второе, как перестать думать. Ну, нужно не думать, нужно чувствовать. И даже чувствовать себя самое главное. Вот мы когда озвучивали представление меня, у меня там есть вот фраз, да, найти гармоничное отношение с собой. И когда вы поймёте, что вы хотите, вообще в идеале нужен партнёр, чтобы кайфовать, чтобы быть вместе, было круто отдыхать, было весело, был человек для поддержки. А вот то, что сейчас идёт тенденция, чтобы мужчина там обеспечивал, поддерживал, да, это классно, это поддержка. Но это не долгоиграющая история, это не про долгие, крепкие отношения. Нет взаимообмена, ты хочешь сказать? Он как бы есть, но он не долгоиграющий. То есть это не должно быть первичной потребностью. То есть человек должен быть лично. Ну, правильно я понимаю, что ты имеешь в виду, что там любовь, которая постепенно перерастает в дружбу, в том числе между партнёрами? Мне не очень нравится, когда любовь перерастает в дружбу, потому что в дружбе нет секса. Ну, типа, дружба такое понятие, не то, что друзья. А вот секс по дружбе. Ну, а тому, что партнёры начинают, ну, они очень хорошо знают друг друга, хорошо чувствуют, то есть у них такая становится между ними связь. Кстати, писала недавно в Инстаграме краспост про стадии любви. И сначала это всё у нас страсть, химия, наши гормоны играют, и потихоньку это тоже переходит в любовь. Вот, но другая стадия. Я просто знала, что это как раз к следующим нашим вопросам про стадии. Мне кажется, там как раз очень круто. Я знаете, что хотел? Мне кажется, вот, Женя, просто с точки зрения сексуолога, она вот сказала про то, что одна из главных задач, да, человек — это продолжение рода, репродуктивная функция. Ну, а может быть, допустим, какие-то ещё смыслы, на твой взгляд? Смысл чего? Смысл существования. У тебя какой смысл существования? А? У тебя какой смысл? У тебя половые отношения. Я просто... Да, вот это вот всё, ради этого жил. Нет, ну... Ну, я просто подумал, что вот реально... Это всё на подсознании. Конечно, сейчас это не является главной задачей, да, но наша природа, она как раз говорит об этом. Окей. Тогда мой бонус... И гормоны, тестерон, не просто так он надаётся. Ну, да, вот это как, Саша, всё для этих вот отношений. Высоких. Добавить... Мне очень-очень тоже понравился вопрос про тиндер. Добавлю немножко, мне буквально две фразы. Первое, мне кажется, что в этом случае это немножко похоже на невроз, потому что люди ищут постоянно поиск лучшего вместо того, что наиболее подходит данному конкретному человеку. Наверное, перекликается с тем, что ты сказала. То есть вот это постоянно обновление. Я добавлю здесь чуть-чуть, да, то, что инстаграмная вот эта жизнь, она очень сильно влияет сейчас. Вот я хочу, как у неё, хочу вот, как... Блин, мы же тоже прям не там про текущую. Да, и вот это тоже влияет на то, что отчёт, я буду совершаться на меньшее, а ты дорос, да, от такого мужчины или до этой женщины? Это тоже важно. Да, то есть вот... Претендуешь, соответствуй. А ещё одна фраза про тиндер, но я думаю, что вот это вот... Такой тиндер, это круто! Это не нативный интегратор, к сожалению. Тиндер, может, вы подумаете, закиньте нам там, мы напишем вам куда денежек. Дикпик. 476, 315? Вот. Так вот, то, что тиндер есть, это же что? Это возможность увидеть, узнать большее количество людей. Ну, потому что в реале ты можешь с ними не встретиться никогда, да? То есть вот такая... Такая библиотека, онлайн-библиотека людей. Хорошо, что не склад сказал. Людской каталог. Вот, и поэтому я думаю, что вот эта сложность, ну, я думаю, что она объективно существует, правда, остановиться, а не пытаться ещё посмотреть, а есть ли там кто-то покруче. Это вот такая, знаете, плата за знание. У тебя много знаний, есть много сложностей. Раньше же были свахи, и они же готовили все эти журнальчики с фотографиями, досье, дело, дело, дело. Ну, там они сколько? Десять человек, двадцать сделали, а здесь миллион. Вот. Я к тому, что это было всегда. Да. Мне кажется, нужно относиться в тиндере как к выбору пиццы. Типа, вот эта пицца мне нравится, я хочу её. О, Саша, как ужасно. Закажи на шесть. И такой, сколько приборов брать? Сейчас мы не вылезем с этого тиндера. Так, ладно. Яндексида тоже нам закиньте, да? Кайф. Поехали. Следующий вопрос. Любовь живёт три года. Правда или миф? Отличный вопрос. Фредерик Бекбедер, мы выясняли перед эфиром, это сказал, потому что все помнили. Он же книжку написал. Девяносто девять франков. Да. Ещё это его книжка, да. Это другая книжка. Ну да, да, да. А, да, это поэтому ещё фильм. Точно. Видите, я разбираюсь в творчестве. В общем, известный, известный писатель и так далее сказал эту фразу. Вот нас спрашивают, прав ли он? Так, знаете, как будто хотя бы, что мы поспорили с Бекбедером, но или наоборот согласились. Давайте вам позвоним. Мы же в студии. Алло, Валентина Михайловна. Жень, кто начнёт пункт первый? Ты, я. Я отвечу. Давай, пункт один. Вот спроси мне, давай ещё. Жень, расскажи в первом пункте. Нет, надо не так. Любовь живёт три года. Правда или миф? Миф. Миф. Класс. Это первый пункт. Автомат. Вот, отвечу, отвечу, Саша, именно на твой вопрос. Так. Вы же продумай свой, хорошо продумай свой следующий. Здесь должна быть шутка про сексуальных студенток, да? Какая-то, ну ладно, всё. Нет, это автомат просто. Можно перемотать на другую шутку? А, я про порошок подумал, порошок миф. Жень, ты про это жутила? О, что, да. Не смираешь? Я просто в тематике полностью, понимаете? Хорошо. Слушатели, вы можете отмотать чуть-чуть назад, потом вперёд, чтобы как-то у нас диалог состоялся без шуток? Да? Нет. Ладно, я тоже плохо пошла. Это лайф. Хорошо. Жень, объясни, почему миф-то? Ну, ты так категорично сказала. Да, я вообще дама категоричная, и у нас есть понятие кризис, там, кризис одного года, трёх, семи лет. Всё это прекрасная история, и в какой-то период времени это было очень удобно. Типа, у нас снялся в сексе, в нашей личной жизни, у нас кризис, всё, мы переживём. Нет, это всё ерунда. Я вам скажу, что не любовь живёт три года, а вопрос про отношения. Отношения — это огромный труд, это работа. Это работа двух человек, или сколько там находится, ну, чаще всего двух, в паре. И здесь очень важно, что развиваться в отношениях. Почему любовь может пропадать, отношения могут сходить на нет, когда один из партнёров начинает расти в отношениях. Что значит расти? И в работе, и в саморазвитии, и он куда-то стремится, новые цели, а второй начинает тормозить, и людям становится в отношениях неинтересно. В отношениях должно быть интересно. Это должна быть и поддержка, это забота, общие цели, движение, динамика. Как только динамика исчезает, всё. У меня, кстати, на ютубе был ролик про бытовуху. Вот я считаю, что вот эти кризисы — это вопрос бытовухи. Бытовуха — это... Рутина такая. Рутина, да. Это состояние души. На самом деле. Вот я говорю, бытовуха — это действительно состояние души. И когда вы понимаете... Вы знаете, я вам скажу такой секрет всем, у кого сейчас отношения, особенно долгие, там больше года, больше двух, такой момент. Понаблюдайте за вашими отношениями. Если у вас сейчас всё спокойно, всё тихо, слишком мягко, предсказуемо, значит, скоро будет у вас вот этот некий кризис. Значит, у вас начинается бытовуха. Нужно создавать какое-то движение в отношениях, чтобы вам было интересно. Новые цели, новые поездки, сходить вместе на какие-то курсы, узнать друг друга с точки зрения сексуальности больше и глубже, потому что сексуальность, она безмерна, её можно изучать всю жизнь, потому что отношения растут... А никаких-то 3 года, да? А никаких-то 3 года. Вот. И ещё главный момент здесь, не помню, какой это пункт уже, наверное, второй будет. Второй будет, да. Первый, понятно. Ты обосновала, почему миф. Да, почему миф. И второй важный пункт, то, что неважно, там, год, два, три, семь, мы меняемся. Сами мы меняемся. Ну, вспомните себя, там, год назад. Да, 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 даже на следующем уровне. И вот здесь тоже люди меняются, и, соответственно, отношения, они меняются. Любовь, она трансформируется. И есть стадии любви, вот мы сегодня уже затрагивали, начинается химия, гормоны, притяжение, и есть стадии, где у нас есть и разочарование, есть притирка, шторминг, когда люди потираются ценностями, потому что у всех разное воспитание. Ой, а мне, знаешь, есть разные же классификации этих стадий, мне очень нравится классификация, где одной из стадий есть обучение партнеров друг у друга, а потом есть какие-то еще, и возврат опять уже в стадии взаимообучения, то есть где там не один учит другого, как ему надо, а где они, в общем, ну, тоже уже отношения трансформировались. Это все связано с тем обменом, которым мы сегодня говорили. любовь и отношения. Если у вас есть обмен, у вас не будет кризисов в отношениях. Вот такая история. И обмен интересными и интересами. Важно наполняться извне, важно чем-то заниматься, тогда вы в ваши отношения будете запускать новую энергию, новый цикл. И что я здесь говорю? Почему ты не шутишь про приходящих людей? Про приходящих людей? Ну, типа, запускать извне. Запускайте. Можно все посмотреть? Уходи, двери, да? Открывай. А это считается, если вот пара в какой-то момент взяла и сексуально экспериментировать начала с кем-то еще? С кем-то еще. Ну, они такие. Это считается... Смотрите, опять-таки мы говорим... Мы хотим собаку. Подожди, мы сейчас не разбираем твои отношения. Вечер унижения на сексуальной почве просто. Где ты запер собаку? Смотри, мы сейчас тоже начнем шутить про тебя. Ну, давай. Так. Я же гость. Я же хочу, чтобы я еще пришла. Ладно, ладно. Ладно. Ты гость на этой вечеринке. Черт. Приглашенная звезда, да. Итак, вопрос, опять-таки, нормы. Да. Нормально ли это? Это или нет? Для ваших отношений. Ага, возвращаясь к первым. Я скажу, вот это мое и субъективное мнение, и мнение как психолога. То есть, смотрите, для слушателей разные психологи. Психология такая, наука не точная. И есть у каждого свое видение, да, некое мировоззрение, собственно. Поэтому у меня есть свои клиенты, а у кого-то есть свои клиенты, которые не пойдут, не пересекаются. Да. И мое видение такое, что эксперименты ок, но если мы говорим про отношения, про секс, да, как пол, обмен между людьми, То есть, про собаку уже не говорим. Нет, Саша, успокойся. Но, если в отношениях нужен кто-то третий, значит, есть проблема между обменом у этих людей. Значит, чего-то недостает в сексуальном плане, в интересе, для чем, насколько людям становится неинтересно друг с другом, что им нужны какие-то еще приключения дополнительные. И здесь есть большие риски, что один из партнеров может войти во вкус. У нее больше, ему будет нравиться больше обмен с другими людьми. Больше обмен сексуальный, а он первичный, он первичный. Всегда нам нравится человек сексуально. Это первая реакция. Она может быть на подсознании, но это сексуальный подтекст, он всегда присутствует. Поэтому это риски. Класс, класс. Это мы про то, что говорили в прошлом подкасте, по-моему, или в позапрошлом, в девятом, про то, что есть измена или привлечение третьего партнера, такой стабилизатор отношения. Это можно на какой-то степень, на какой-то этап стабилизировать, но это дисфункциональный стабилизирование. И добавлю еще, если в паре постоянно требуется кто-то третий, бывает такое, кто-то сделал эксперимент, то нарушается обмен между людьми. То есть они не могут дополнить. Помните, мы говорили о том, что они полноценные личности, не две половинки яблока отрезанные, а две полноценные. Значит, что-то у них неполноценно в них самих и в их паре, что им нужен допинг еще кого-то. Обмен нарушается. Эх, Антоновка. Окей. Два пункта есть. У меня, кстати, есть третий. Давай. Да? Я подумал о том, что вот он будет не психологический скорее, а вот реально к логике взывающей. Вот давайте вообще. Ну, Биг Бидер написал книжку, она очень рейтинговая. Ее, думаю, очень много людей слышало это название. Эту фразу слышало еще больше людей. Но я подумал, что вот если повспоминать фразы, которые кто-то из великих писателей или вообще людей известных когда-то сказал на каком-то этапе своей жизни и он так решил или он вот так живет и так правильно считает, мы почему-то не относимся к этому как к субъективному мнению, а почему-то в какой-то момент это становится такой народной истиной. И мы вот прям, да, это вот правда так. Я вот подобрал три цитаты известных всем людей. вот допустим, у нас есть такая фраза «Мы в жизни любим только раз, а после ищем лишь похожих». Это Джейсон Стетхэм. Сергей Есенин это сказал. Ну вот правда, вот вы правда так думаете? Вот то, что ваша любовь, которая случилась, вот такая однонастоящая, как вам кажется, а потом уже все остальные люди... Гоша, если ты задаешь вопрос, то нет. Ну вот у меня большие сомнения про эту фразу. Ну, она в чем-то может быть правильно. У меня есть невротический подход к ней. У меня? Нет, вообще в целом. Ну, может быть. Я просто сейчас понимаю, что скорее, знаете, здесь такая история, я понимаю, к чему Есенин апеллирует, потому что у нас, в принципе, одинаковый типаж, и мы в какой-то момент понимаем, кто нам нужен, вот про то, что ты говорила, и теперь постоянно ищем похожих. Но вот я на самом деле уверен, что вот мы растем, как ты говорила, мы развиваемся, и наши, и люди, которые нам нравятся, могут меняться. Вот и Есенин здесь как-то, ну, явно немножко, на мой взгляд, ограниченно рассуждают. Мы помним, что Есенин поэт, что он творческая личность, и он жил в другое время. Конечно, каждый человек может, ну, почти каждый, что у него были яркие эмоции, и прям была такая большая, сильная любовь. Это вопрос созависимости, я считаю. Либо контрзависимости, да, то есть с этим нужно работать. Давайте дальше еще эту фразу. Да, да, да. Просто к тому, чтобы научились критические относиться к фразам Бегабедера и Есенина. Вот есть прикольная такая... Какой-то Versus Battle. Да. Умей ценить того, кто без тебя не может, не гонись за тем, кто счастлив без тебя. Оксимирон. Гарсия Маркес. Блин, я опять не могу. Ну, тоже, то есть, по идее, вот тут, если читать эту фразу буквально, то, и вот прямо его воспринимать, то, типа, те, кто без тебя счастлив, тебе не нужны. Ну, не знаю, мне кажется, наоборот, если человек счастлив и без тебя, то это отличный показатель того, что он... А вы знаете, вот мне нужен флаг о том, что отношения и вообще все, что происходит с человеком, должно приносить радость. Если это не приносит радость, зачем это? То же самое, еще чуть-чуть коротко про любовь скажу. Любовь — это позитивное чувство, это радость, это счастье. Как только в отношениях, вроде я люблю его, и там, или ее слезы, уныние, желание там, там, не знаю, ревность, это не про любовь, это история не про любовь, любовь — только позитивное чувство. Если у вас трагическая любовь, драма, это не любовь. Это все, А как же вы переживаете вот эти вот... Ну, в режиме... Любовь должна приносить радость, радость, и вообще все в отношениях должно измеряться радостью. Да, если это приносит какое-то уныние, то это уныние, это депрессия, это ненависть, это ревность, это не любовь. Но и для того, чтобы, наверное, достигать этой радости, все равно приходится работать. Конечно. Ну, слушайте, бесконечно радостным это странно быть. Окей, все, добиваю этот пункт. Марина Цветаева, просто, давайте мы будем обсуждать эту фразу, все понятно. Если что-то у тебя болит, молчи, иначе ударят именно туда. Короче, понятно, что если этой фразе доверять, то никаких вот этих дружеских или там походов к психологу или просто обсуждений проблем не будет, потому что если болит что-то, молчи, иначе все еще хуже будет. Короче, я к тому, к чему я эти три цитаты провел, к тому, что вот фраза Бигбидера «Любовь живет три года», она такая же субъективная, как вот и любая фраза любого, в принципе, человека. И мне в этом смысле хочется сказать, что, ну, вот, видимо, Бигбидера в его жизненном опыте, к сожалению… Если любишь штул, диван тебя не поймет. Да, к сожалению, вот он не смог с этим совладать. Это маркетинговая еще история. Да, плюс, возможно, это какая-то история, да, с продажами. Окей. Класс. Да. Ну что, ребята, поговорили про любовь, и следующий вопрос тогда у нас, четвертый уже по счетам, эффект привыкания в сексуальной жизни, когда с партнером уже больше четырех лет. Понятно, что можно экспериментировать, как говорится, да, это у нас в народе. Это вроде ясно, но на самом деле не ясно, что будет через 10 лет. Вообще не представляю, как это. Вот такой вот вопрос от нашего слушателя. Вот самое главное слово здесь уже есть, это экспериментировать. я его заменю на поиск себя и узнавание себя. Смотрите, действительно люди переживают, что вот мы столько лет вместе, и я повторю то, что у нас было в предыдущих пунктах про обмен, про то, что нужно развиваться как личность, тогда у вас будет развиваться сексуальная жизнь в том числе. Плюс, секс не может просто остановиться, да, на это должны быть какие-то причины. Он не может наскучить, если он становится скучным, значит, кто скучный вы? Логика. Логика присутствует. И смотрите, на самом деле секс настолько, если мы говорим про физиологический процесс, про соитие, то это настолько разнообразный и глубокий процесс, и его можно изучать годами. И меняемся мы, да, мы там 18 лет, у нас по одному работают гормоны, наш тестостерон, наше желание, в 25 по-другому, в 30 иначе, в 40 уже начинаются другие физиологические процессы, и вместе с этими процессами у нас меняются и сексуальные предпочтения, у нас по-другому работает организм, у него другие потребности. То есть надо прислушиваться к себе, иначе ты будешь. Нужно прислушиваться к себе и изучать себя. И вот у меня есть клиенты, которым там 35-40, которые не знают свои эрогенные зоны, они не знают, что они хотят от себя в сексе, они не знают, как относиться к себе. И вот в паре, люди вместе 6 лет, я спрашиваю партнёра, говорю, а что любит твоя женщина, вот вы столько лет вместе? Ну, она любит это, это, и она говорит, нет, я это не люблю. Да, то есть люди далеко, далеко не всегда уделяют сексу внимания в отношениях, а действительно это важно. И ещё важно в отношениях… Прикиньте, как жёстко, да? Ты сейчас спросили, ты назвал… Это на самом деле частая история, очень частая история. А там вообще не так. У меня испанский стыд. А что ж я делал жизни? Ну, мне кажется, она любит, когда я там беру за волосы, она такая, блин, да мне всегда неприятно, я просто боюсь тебя обидеть, либо люди не разговаривают. Это самое боющее обидеть, мне кажется, это самый трэшак, который… Вы знаете, самый простой способ продлить сексуальную жизнь в отношениях – это говорить, говорить о сексе. Да, доверие и коммуникация. Я топлю за эти два вопроса. И говорить о том, что вам нравится и о том, что не нравится. Но здесь есть очень важный подход, как не поссориться. Не критиковать, никогда не говорить своему партнёру, не делая так, не делая так. Мне так не нравится говорить о позитивном ключе, что вам нравится. мне нравится, когда ты со мной нежный, или мне нравится долгое прелюдие, или мне бы хотелось, чтобы ты в следующий раз включил музыку. Держал меня за уши, а не за волосы, да? А ты можешь сделать то-то, а ты можешь взять там-то. Мне кажется, вот это. Я лично делаю так. Такое вот задание. Нет, мы сидим серьезно, серьезно. Я могу же слушателям дать задание, правильно? Задание дать. Я хочу слушателям. Это будет второй пункт. Смотри, первый пункт мы сейчас обсудили. А второй пункт давай практику, отлично. Вот, да. Всех, кто в отношениях или даже не в отношениях, пропишите прямо на листочке все ваши сексуальные желания и все, что вам нравится. Вот можно вперемешку. Сначала можно, что вам нравится и какие ваши желания. Притом неважно, с этим партнером, который вы сейчас, либо который у вас были предыдущие, вообще в целом. Что вы любите и о чем вы мечтаете. Может быть, там вы мечтаете действительно включить какой-то хард-рок, одеться в кожу, ну, какой-то, не знаю, театр, вдруг какие-то ролевые игры кто-то мечтает. Отлично. Да, и пропишите, что вам нравится в отношении. Притом напишите, что любите именно вы в сексе. Там, не знаю, где вас касается, может быть, там у вас эрогенная зона, не знаю, локоть, например, или шея. Напишите это, что вам нравится. Или там вам нравится, когда вас, не знаю, крепко берут, допустим, за лысый, либо наоборот, когда вас там гладят ваши волосы, там есть девушка, ну, не факт. Вот. Или если вы лысый, то... Протирайте тряпочкой. Так, ребят, не обижайтесь, кто лысый. Вот, мы вас тоже любим. Капу, сейчас, Саш, не обижайся. Вот. Поэтому выполните такое задание. Правда, это непросто. И если у вас есть сексуальная фантазия, поделитесь этим фантазиям с партнёром, и я уверена, у вас будут какие-то соприкосновения, и вы что-нибудь реализуете. Хватит мечтать, пора реализовывать. Да, очень классно, что у нас в подкасте... Блин, я просто, реально, я просто очень... Ты уже начал писать список. За то, чтобы говорить во время секса, до секса и после секса, это прям... Во время, вот, это надо все по-разному. Это очень аккуратно, в смысле, но я прям, ну, не знаю, это... Не туда! Не, не, в смысле, не так, я имею в виду, чтобы... Да, направлять, смотрите. Не туда, как ты сказал, я сейчас запомню, а вы говорите, вот сюда, пожалуйста. Позитивно. Миниатюра секса очень... Вот это движение ты можешь сделать вот нормально? Это анекдот недавно... Недавно прочла анекдот армянская... В Армении секс по телефону ценит армянин и говорит, алло... У меня нет акцента, ладно. Алло, это секс по телефону? Да, брат! Хорошо, слушайте, эта ситуация могла быть... Боже, боже! В любой этой стране, потому что, да, брат, это, мне кажется, выражение просто... Да. Слушайте, ну вот два пункта у нас случились, у меня есть третий. Давай. Который, мне кажется, Жень подтверждает, ну, как-то отчасти продолжает подтверждает, поддерживает твой первый. Я думаю, что любые сложности в сексуальной жизни, они... Ну, я даже скажу слово идентичные, я хотел сказать, зависит, но я скажу даже идентичные эмоциональному сложностям в взаимоотношениях между двумя партнерами. То есть, первично всегда именно эмоциональные взаимоотношения, если в них что-то не так, и вот тогда это просто ваша задача соотнести. Так, у меня есть сложности в сексуальной жизни, поэтому вот так, и попробовать найти прародителя этих сексуальных сложностей в ваших эмоциональных взаимоотношениях с вашим партнером. Вот так. И ещё можно добавить полезную вещь? Смотрите, если мы говорили, вот вернёмся про любовь и сексуальные отношения, то вначале, когда есть страсть и гормоны, то секс достаточно часто, он несколько раз в день может быть, там каждый день, то в процессе бытовой жизни, когда люди живут вместе, там два-три раза в неделю, там может быть у кого-то норма будет раз в неделю, да, то есть, о, раньше у нас было девять раз в день, а сейчас типа раз в неделю. Здесь вам нужно вернуться к себе и спросить себя, сколько действительно, ну, потому что гормоны уже стихли уже, всё, сколько раз мне нужно и спросите партнёра, сколько раз в неделю ему нужно, и тогда вы найдёте компромисс. Это тоже очень важный момент. А ещё какое время суток? Вот это вот, мне кажется, очень многие тоже... Тоже важно. Я с утра вообще не какой-то, что я вечером не устаю. Ну, секс бывает разный. Ага. Ага. А, то есть вот ещё, и помимо этого, ну, конечно. А, вот такого секса мне столько-то раз, вот такого секса мне столько-то раз, да? Можно мне меню, пожалуйста? Составим диетическое расписание. Диетическое не получится. Ай, хорошо. Да, ну что? И ты теперь будешь кушать специальную пищу, чтобы было вкуснее. Сашечка, у нас было четыре вопроса, мне кажется, да? Класс, да, и поехали. Последний вопрос. В каком возрасте надо начинать говорить с детьми о сексе? Как не упустить момент и в то же время не начать им говорить то, к чему они не готовы? Прекрасный вопрос и очень-очень важный. Вот то, что мы говорили в начале, то, что у нас не было, не знаю, у вас было сексуальное образование, у меня не было. Ну, у меня не было. Вот, там в школе, там в университете. У нас было, знаешь, как это называется? К нам приходили и говорили про презервативы. Вот. Вот, у нас тоже в школе раздали, и потом что мы сделали? Налили туда воды и кинули эти бомбы. А я, знаете, как называется сексуальное образование? У нас была группа анонимных сексоголиков в классе каком-то пятом, четвёртым, которые собирались и рассуждали, как это будет. Группа Васьки? Нет, личное присутствие. Ты что, кругу? Мы правда разговаривали с друзьями? Я помню, мы сидели с одноклассниками. У нас была вывеска на двери. Тихо, тишина. Идёт группа. Я представляю, Гош, ты такой встаёшь на стульчике. Нет, все сидят в кругу. Всем привет, меня зовут Гоша и сегодня я видел грудь. Давайте из личных историй. Я просто подумал, что это важно сказать, мы в восьмом или девятом классе. А вы вместе учились, я смотрю, да? Нет, к счастью. Из одного кружка. Собрались с одноклассниками, у нас было человек 8-10, это разный полых. Мы собрались и смотрели... Ты знаешь, сколько полов, кстати? Почти 12. Да, ну там было, в общем, неизвестно сколько, но явно его два. Это гендера два. Опа, да. Пол. В общем, это пола два, гендера два. Пола два, всё. Вот молодец, смотри. Сашка, было сексуальное образование, не только. Так вот, мы собрались и смотрели порно, потому что одна из... Или один из друзей, не помню кто, в общем, нашел кассету, естественно, среди прочих. Главное, чтобы не родители, понимаешь? И все просто сидели и 30 минут втыкали в это порно. Там такой был эротический фильм, скорее, с элементами порно. Это у вас киноклуб. Вот, это был киноклуб, понимаете? А потом все разошлись. Понимаете? Нам тогда было мало лет, если мы посмотрели. Слава богу, что все разошлись. И одна девчонка, одноклассник сказал, слушайте, ну как это вообще происходит? Мне кажется, я никогда на это не решусь. И ушла. Вот. Я эту фразу запомнил, и подумал, нифига себе. Ну, то есть, я думаю, вот как теперь? Все, она никогда не решится. Вот такой у меня был... А вот, кстати, у тебя есть номер? Давай позвоним. Что? Решилась ли она, нет? Я, кстати, подписан. Я в соцсетях, наверное. Есть мысли? Ну, судя по фотографиям, наверняка решилась. Я не помню. Надо посмотреть. Нет, это фотография ерунда. Нет, на самом деле, так вот, да, первый пункт. Итак, очень хороший вопрос, когда, что детям говорить? Сексуальное образование и воспитание, воспитание, наверное, очень важно. Очень. И у меня есть несколько клиентов, правда, их совсем немного, но они как раз у меня просят консультации, как их детям объяснить про секс. Кому-то, какому-то ребенку, там, 4 года, какому-то 12. И я одно время действительно работала с детьми и понимаю, что это супер важно, у них очень много вопросов. И здесь очень важна лояльность родителей. Я вот обращаюсь, вот кто родитель, обязательно почитайте книжки про секс, обязательно изучайте это и не стесняйтесь, потому что ваше сексуальное воспитание ребенка, оно повлияет на его и сексуальную жизнь, и его отношение с будущим партнером. Это важно. Когда говорить? Во-первых, очень важно, чтобы ребенок сам начал об этом говорить. Но он будет говорить тогда, когда в семье открыты доверительные отношения, когда ребенок не боится вам что-то сказать, когда ребенок готов с вами поделиться. Тогда он может спросить, ой, а что это? Слушай, у меня, знаешь, есть, я когда-то задумывался, как это организовать, потому что, чтобы он был готов поделиться. И как раз тоже беседить с коллегами такой интересный лайфхак, ну, это правило, что ли, да? То есть ребенок готов будет говорить о сексе и вообще о всех этих историях, тогда, когда он перестанет прислать от родителей, будет реально знать от родителей, внимание, да, не от каких друзей, как называются все вот, ну, его там, половые органы, как называются вообще все процессы, которые с ним происходят. То есть, когда он от них услышит, что это не пиписька, а это, там, пенис, тогда, ну, понятно, что он сможет по родителям поговорить, что, слушайте, мой пенис, кажется, старался странно себя вести, вот, а когда это пиписька, или, там, ты закрой, там, ширинку свою, может, ты убери, абсолютно верно, да, тогда он должен быть стеснялся. Это вот как второй пункт, наверное, вот я чуть тоже продолжу эту тему, но сначала важно, чтобы вы создали в семье отношения такие, чтобы ребенок не боялся с вами поделиться, потому что он должен от вас узнать, вот многие как узнают о сексе, кто-то смотрит ролики, одноклассники, а сейчас открытый доступ в инстаграм, сайты, везде можно узнать информацию про секс, но главное, чтобы родители правильно донесли, поэтому важно первый пункт, чтобы создать дома открытые отношения с ребенком, чтобы он не побоялся подойти и спросить. Второй важный пункт, это если, ну, тут два момента, если ребенок начинает спрашивать, там, четыре года, пять, отвечайте, говорите ему, рассказывайте, но здесь есть этапность, то есть ребенку в четыре года, в девять, в двенадцать, условно, в шестнадцать, мы говорим одинаково про секс, но разными словами, и есть сказки, там понятно, что с двенадцатилетним ребенком мы можем более открыто это обсуждать, а ребенку маленькому, вот правильно ты сказал, Гош, о том, что важно называть части тела, и мы говорим, да, когда мы изучаем, там, по книжкам различным, о том, что у нас есть, там, рука, глаз, нос, что-то еще, и не что-то еще, такие хи-хи, да, такой вот, жил пенис, и звали его, как сам хочет назвать, вот, но лучше безыменно, то, нет, на самом деле, это не шутка, потому что, поскольку у мужчины это такая самая выпуклая часть тела, и, если мы будем, если мы будем давать имена, то у человека на подсознание у мужчины может быть такое, что, ну, его член, это отдельно от него, я представляю, приходит человек, где с удаляется, привет, меня зовут Андрей, а это Антон, слушайте, да, слушай, а вот, правильно понял? я сейчас дополню, поэтому, когда вы называете часть тела, что у мальчика есть пенис, у девочки есть вульва, вот, объясню быстро разницу, вульва это то, что мы видим внешне, влагалище это то, что внутри, да, для тех, кто еще не знает, либо не понимает разницу, и самое главное, когда мы объясняем ребенку про секс, самое важное, что мы говорим, что это, мы не говорим, что это половой акт, мы не говорим, как пенис проникает во влагалище, нет, мы говорим о том, что про секс, как про чувство любви, о том, что между, люди занимаются любовью, а сначала должны возникнуть чувства, позитивные, что тебе должен нравиться мальчик, тебе должна нравиться девочка, вы можете держаться за руку, это прикосновение, что там мужчина и женщина прикасаются, половыми органами тогда, когда у них есть эмоции, чувства, когда они оба хотят, и уже на этом, когда они взрослые, ну, желательно, да, хотя сейчас, ну, эта статистика в России ужасная, ужасно сейчас падает, это у мальчиков 15-16, девочек 13-14 лет, лишение детства, потом это резкие, мы с последних 20 лет резко упало, вот, и очень важно здесь, с самого детства, когда мы объясняем про секс, про любовь, про чувства, сказать ребенку, что если тебе что-то не нравится, ты можешь сказать нет, потому что у девочек часто бывает, вот он потянул меня целоваться, а я не хотела, мне не нравилось, он мне говорит, если мне не поцелуй, что ты дура, то есть, здесь изначально с детства говорит, что это про чувства, и говорит нет, что это про желание, и можно здесь третий пункт скажу, я знаю, что ты видишь еще. Я хочу уточнить тебе про будущих. Предоставь такую самую общую картину, не только то, что это вот, это туда. Да, не только название, но о том, что про сексуальный контакт, что это про чувства, что люди должны нравиться друг другу, про эмоции объяснять. Мне кажется, я к первому пункту еще не задал, просто потом совсем забудется. То есть ты сказала, что ребенок должен сам заговорить, но и каждому ребенку в разные периоды жизни говорить по-разному, ну, по-разному, то есть, если, допустим, в три года он спросит, откуда берутся дети, тогда, можно сказать, у мамы из животика, там в 10 лет как-то по-другому сказать, откуда берутся дети, в 15 еще по-другому, ну, то есть, вот таким образом, да? Ну, не совсем, да, из животика, это откуда берутся дети, другая история. Он говорит, откуда я появился? Откуда мама и папа любят друг друга, у нас, видишь, мы с папой разные, и это еще тоже про открытость в семье, потому что ребенок должен видеть, что родители обнимаются, целуются, что у них есть контакт. Все, понятно. Обязательно чувствовать эмоции. Давай, третий пункт. И последний пункт, очень короткий, если ваш ребенок себя трогает, не мешайте, не убирайте руки, не говорите, не трогай себя, нельзя, куда ты лезешь. Да что ж такое, дай я тебе помогу. Я хорошая. Да, если ребенок уже взрослый, просто сказать, что смотри, при людях это делать не нужно себя изучать, ребенок себя изучает, изучая там, в своей комнате аккуратно. Это отдельная история, прям для отдельного эфира очень важная, поэтому не ругайте детей за то, что они себя изучают. Класс. Ой, а я недавно, просто тоже добавка маленькая, про безопасность. Я узнал хорошую такую формулировку, что детям нужно объяснить правила нижнего белья и объяснить им, что без нижнего белья или под нижнее белье все можно заглядывать только или родители, или врач в присутствии родителей, никто больше, потому что, ну и тогда это очень сильно безопасно. Понятно детям, во-первых, где граница, то есть они знают, а во-вторых, оберегают их очень сильно от тех преступников, взаимых так, да, которые могут как-то постигать. Окей, что, это было 5 вопросов по 3 пункта, Саша? Да. Класс. Та-дам. Та-дам. Так, но нам нужно, наверное, озвучить условия, да, и приз. Да, да, Ребята, розыгрыш, ну как розыгрыш, такой приз, приз, наверное, будет. Дорогие слушатели, подписывайтесь на мой инстаграм, Лепчинская Евгения. Мы оставим. Да, либо в инстаграме просто можете найти сексолог, и я там буду одна из первых. Нет. У меня красивая аватарка, вы можете добавляться, друзья. Я выложу пост, где напишу о том, о нашем подкасте вместе с ребятами, и я разыгрываю свою консультацию получасовую по скайпу, и мы с вами поговорим лично о сексе. Что вам нужно сделать? Будет подписаться на меня, подписаться на ребят, и в комментарии оставить крутой вопрос на тему секса, либо отношений, либо на любую тему, которую мы сегодня озвучивали. Я выберу лучший вопрос, и данный человек получит мою консультацию, и я буду отвечать уже на его вопросы. Класс, класс, класс. Спасибо. Ребята, суперполезный приз, поэтому подписывайтесь, и участвуйте, участвуйте в этом конкурсе. Ну и, конечно, что хочется сказать нам, да, я вам хочу напомнить, что вы можете слушать нас на Яндекс.Музыке, в iTunes подкастах, SoundCloud, YouTube, ВК подкасты, там можете оставлять отзывы, ваши оценки, и, конечно же, оставлять комментарии. Гоша, добавишь? Всем сексуального здоровья желаем. Долголетия. Долголетия. Что еще пожелать? Изучайте себя, изучайте свою сексуальность, потому что вы, честно, еще себя не знаете. Вы безграничны, ваша сексуальность безгранична, и получаете радость и удовольствие от жизни. Я вас всех виртуально обнимаю, и спасибо, что были на связи со мной. А если вы прямо сейчас едете на работу, ребят, потерпите до вечера. Почему? Зачем терпеть? Прямо сейчас. Слушай, а если он на своей машине, why not? Главное не в метро, ребят, как бы, если у нас там, помните, сексуальная норма, все дела. Отлично. И сексуальным голосом, да? Ребята, всем пока. До свидания. Пока-пока. Три пункта. Подкаст про. Раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.